эй а куда мне этот шнур втыкать то какой шнур так чё за шнур там у тебя я думал как бы она на резервном питании типа или а стоп а чё такое резервное питание да я тупой все-таки я ведь никогда не не пользовался до этого андроидом так что просто-напросто не знаю может тебе вновь не гениально слушай если ты видишь две дырки получается то почему бы и нет капец слушай ну ты конечно о не не офигеть она уже начала проявлять какие-то побольше признаки представь себе андроида с электрошнуром в носу не смешно смешно а ведь неплохое зрелище выйдет ты чё дурак что ли какое зрелище а у нас тут еще выбор такой свет с этим маразмом какой маразм данное видео создано при поддержке паблика вконтакте гофмоз ссылка будет в описании к ничего мои дорогие зрители моего канала сами снова его я рапать водяра скетч в общем-то мы продолжаем играть в визуальную новелку люси вечность которую она желала в общем до прошлой серии мы остановились на том как этот чувак короче наш главный герой получается он пришел в так сказать мусорку компании робототехники в общем то забрал оттуда эту тяночку механическую да потом привел домой подлатал и сейчас пытается ее как-то дрессировать чтобы она как бы знала простейшие команды там все такое они они вот это вот что что она там говорит базарит в общем давайте начнем а нет стоп или начать они загрузить вот вот наше сохранение 12 октября по сюжету и сейчас идет сейчас конечно идет 23 ноября сейчас идет но у нас 13 октября ну ну по сюжету 12 октября чего уж там до загрузить файл я раздраженно крикнул то же самое что со стеной разговаривать вот почему я ненавижу машины они глупы особенно то что стоит передо мной которая вообще кажется в сто раз глупее других я уже начинаю злиться чего я вообще с этой штукой возился не делай того о чем потом пожалеешь эта старая мудрость еще ни разу не ошибалась и вот я немного подумал она наверное сейчас работает на резервном питании думаю ее просто нужно подзарядить мой перезарядить вероятно в этом-то и дело я начал подниматься но резко остановился есть еще одна проблема я куда мне этот штурм втыкать то какой шнур так чё за штуртом у тебя я думал как бы она на резервном питании типа или а стоп а чё такое резервное питание на я тупой все-таки я ведь никогда не из не пользовался до этого андроидом так что просто-напросто не знаю может тебе вновь не гениально служить если ты видишь две дырки получается то почему бы и нет капец суши ну ты конечно о не офигеть она уже начала проявлять какие-то побольше признаки жизни может это просто мое воображение но и руки двигались активнее чем раньше возможно она хочет сказать мне что-то я ошибаюсь представь себе андроида с электрошнуром в носу не смешно смешно а ведь неплохое зрелище выйдет ты чё дурак что ли какое зрелище ага у нас тут еще выбор такой с этим маразмом какой маразм шнур в нос нет я чё дурак что ли не пробовать не пробовать ставить какой дурак что ли тогда как же мне ее включить то я осторожно осматривал робота может быть пропустил чего она начала дергаться из стороны в сторону похоже хочет повернуться спиной у тебя что-то на спине поняв намек взглянул на заднюю сторону ее головы я прищурился может ли это быть при ближайшем рассмотрении я заметил небольшое углубление в основании шеи я снял защитную панель внутри была целая куча портов бинго так думаю стоит подключить ее вот сюда я вытащил кабель с угла моей комнаты воткнул его туда безо всяких колебаний ни хрена себе озвучка прикольно так ну она короче проснулась да еще и вы слышали эту японскую озвучку если бы я включил корейский она бы на корейском базарила ну вы поняли да android активация главной системы успешно наконец-то ответ заработала что она сказала сэм сэмпай сэмпай ну это как бы человек к которому обращается как бы типа он выше по званию и возрасту как бы а тут сэмпай сбой или ничего но я не знаю короче японский не знаю поэтому не буду ничего говорить начиная запуск приложения сбой что недостаточно электроэнергии активирована система защиты процесс запуска приложения не удался вход в режим энергосбережения внимание запись о владельце не было найдено начинаю настройку 5 4 3 2 1 какого черта вообще происходит нифига себе так это чё у нас 190 а это настройки до подтверждаю голосовую запись какого черта вообще происходит нифига себе она все это время записывала типа на диктофон свой сохранение завершено что подожди секунду я судорожно вцепился в робота сканирую отпечатки пальцев пульс в норме температура нормальная сохранение завершено чего чего я тут же отпустил робота идет сканирование сетчатки подтверждение подтверждение сохранение завершено андроид делает целую уйму вещей и не думаю что она собирается останавливаться в ближайшее время регистрирую айди клиента пожалуйста укажите свое имя о так что происходит определение вашего имени что происходит это ваше имя а нет я думал мы будем выбирать имя вот как обычно в визуальных новелках в доки доки допустим точно тоже там в модах там в оригинале выбираешь имя а тут нет оказывается ты это ты да или допустим она будет нас называть что происходит а ты как думаешь определение имени не удалось перерегистрация айди клиента пожалуйста укажите свое имя определение имени не удалось определение приостановлено сохранение завершено регистрация завершена и снова повисла мертвая тишина такое чувство будто торнадо только что промчалось передо мной я схватился за голову в расстройстве мне впрям мне впрямь не следовало приносить эту штуку домой это уже третий раз за сегодня когда я начинаю сожалеть об этом и почему я продолжаю мучить себя этим робот смотрит в мою сторону в ее глазах все еще виднеется пустой невыразительный взгляд я надеюсь что все это нормально но по крайней мере она начала двигаться я решил задать ей пару вопросов эй я собираюсь кое о чем тебя спросить поэтому слушай и попытайся ответить ты ты же можешь это сделать верно ее голова немного наклонилась в сторону полагаю она теперь может двигать не только руками не густо но по крайней мере это уже прогресс давай попробуем так поговорить с самим собой что блин а нахера поговорить с самим собой нахера нам это надо а типа так стоп ммм типа если мы будем разговаривать с самим собой оно типа это запомнит и и все типа типа в программу себя вобьет что-то и все да не знаю ну логичнее всего надо было поговорить с андроидом но так как с этой штукой как считает главный герой бесполезно базарить давайте поговорим с самим собой почему бы и нет поговорить с самим собой как последний раз когда я проверял последний раз когда я проверял никак никого в моей голове кроме мозгов не было я еще не настолько пал продолжим ладно окей поговорить с андроидом ладно итак что же ты все таки такое ошибка нет данных у тебя есть имя или что-то вроде того модель Люси Валентайн ПИМ 001 ага ну все да как бы она представилась ее зовут Люси Валентайн или как это на японском на корее ну в Корее как бы это действие происходит как это будет на корейском типа ну в акценте корейском я хрен его знает Люси Валентайн короче ПИМ 001 вот Люси Валентайн ПИМ многоцелевой высокоточный аппарат ПИМ 001 Люси это современная первоклассная модель разработанная с целью быть универсальной в любой ситуации Люси оснащена всеми новейшими системами я вижу стоп если она типа такой супер пупер нормальный такой робот а нахера ее выбросили меня тоже этот вопрос интересует ну ладно окей универсальная новейшие системы я не ожидал таких слов от куска мусора который мог лишь двигать руками вверх и вниз совсем недавно в общем твое имя Люси Валентайн андроид по имени Люси ждала моих дальнейших слов попробуем взглянуть поближе что-то опять он что-то чекает там а стоп а тут просто click to exam типа что-то надо было нажать не знаю кликнуть почему-то а да все-таки кликнуть надо было да после того как я ее протер она стала выглядеть как новая да не так уж сильно ты и постарался я это говорил в прошлой серии ты посмотри это что за пятна вот это что за пятна вот лицо нормально еще протерто а вот здесь вот ни хрена ладно она обладает привлекательным на вид лицом и очень стройной фигурой несмотря на пол должен признать что это действительно красивый дизайн я заметил кое-что на ее левом ухе приемник а вот это вот херня да внешне робот напоминала девушку в позднем подростковом возрасте этак лет 18 думаю что они пытались смоделировать ее с женщины похожей на подростка могу точно сказать что для создания этого андроида было потрачено много усилий ее скорее всего продавали по высокой цене будет глупо с моей стороны просто взять и выбросить андроида так я так понимаю опять нужно кликать по ней да ну когда вот вот экзам экзамен вот да херак вот тебе по лицу на я поближе разглядел глаза андроида они голубые и поразительно похожи на человеческие глаза что и следовало ожидать от технологий которые на целое поколение выше простых светодиодных фонарей эти глаза прямо как настоящие внезапно ее глаза повернулись в мою сторону и конечно же я встретил их пристальный взгляд отсек для глаз содержит две высокопроизводительные камеры они позволяют Люси подражать глазами людей таким образом чтобы также различать объекты а вот как о реально реально поворачиваются глаза в спрайте а я это не заметил эти глаза двигались совсем не естественно прямо как из какого-нибудь фильма ужасов я решил на них больше не смотреть они вызывают вызывает у меня чувство дискомфорта опять кликать тебе надо куда тебе опять кликать что ли ну давайте вот сюда кликнем чё я мельком взглянул на влажные глянцевые губы робота вопреки их виду они спускали жесткий голос робота да ладно раз уж она разрекламировала себя как первоклассного робота то хотел бы увидеть способна ли она менять свой голос что не так с твоим голосом он звучит неестественно Люси не может использовать голосовой модуль в данный момент Люси Валентайн поставляется с десятью уникальными настройками по умолчанию каждая из которых имеет различный голос и личность используя эти настройки Люся ими Люся какая Люся какая Люся Люся имеет возможность издавать виды звуков Люся блять ахахаха и что же получается у тебя есть десять разных голосов нет ответа почему ты не можешь использовать их прямо сейчас большинство возможностей могут быть активны только при работе в нормальном режиме и вне режима защиты системы пока режим энергосбережения активен Люси может использовать только пять процентов от ее общих возможностей так как тогда как мне вывести тебя из этого режима энергосбережения Люси требуется больше чем 20 процентов заряда батареи для нормального функционирования сколько времени требуется для полной перезарядки если считать от полной зарядки требуется 8 часов для выхода из режима энергосбережения и 16 часов для входа в нормальный режим я надеюсь что счет за электричество будет не запредельным поверить не могу что введу себя как дешевая домохозяйка перед каким-то роботом это просто глупо забудь о режиме режиме энергосбережения что за режим защиты системы в течение работы защиты системы практически ни одна из заявленных функций не работает крайне важно отключить режим защиты системы для дальнейшего нормального функционирования ну и как мне это его деактивировать неизвестно повтори неизвестно режим защиты системы активируется только при определенных обстоятельствах Люси не рекомендует принимать дальнейшие действия о чем ты говоришь ты сейчас ничем не лучше говорящего тостера ты впрямь хочешь чтобы я тебя выбросил завтра мне первым делом придется нести ее на ремонт во сколько там это будет место открывается опять кликать да вы достали уже кудак да блин ну чё а как так то ааа ладно давай сюда я решил взглянуть на уши робота путем использования технологии распознавания голоса Люси может анализировать громкость и тон голоса чтобы определять эмоции я я я у тебя еще ничего не спрашивал уху это какой уже раз пятый что ли да да это пятый раз когда я по ней кликаю так давайте да выберем место для клика ну давайте вот сюда давайте в глаз и ткнем что взглянул на само тело рубашка которую она носит немного короткая и обнажена почти всю часть живота обнажает почти всю часть живота она довольно откровенная эта модель скорее всего была создана для привлечения мужской части аудитории формы в области груди довольно небольшие не то чтобы мне было до этого дела ну ладно окей ну давайте ее за второй глаз на ты можешь нормально двигаться важные части тела которые позволяют двигаться в данный момент не работают а каких конкретно ты говоришь deletroid android deletroid mall made let detroit detroit become human pastretroid как это читать я не понимаю чё за херня ну в принципе это я мог бы и не читать в принципе она сама за меня говорит в принципе в английском то она наверное больше шарит чем я так этого хватит с какой планеты эта штука упала с этого момента давай-ка попроще как твои ноги ты можешь двигаться отрицательная отрицательная сколько проблем мне придется отнести ее завтра на ремонт думаю что теперь картина в целом начинает потихоньку складываться подытожим во первых имя андроида передо мной lucy valentine во вторых по словам робота она является новейшей моделью премиум класса в третьих прямо сейчас она ничем не лучше говорящей консервной банки и это все что у тебя есть самым лучшим решением на данный момент будет взять ее на ремонт это требует больших усилий но думаю ничего страшного не произойдет если я выясню что ее не смогут починить то там же тебя и продам я уже сделал этому андроиду одолжение когда спас от тех роботов на свалке и вовсе не чувствую себя виноватым или что-то вроде того хорошо надо бы найти место где тебя смогут починить кстати говоря слышал об одной мастерской находящейся во близости относительно новое место которое я заметил по пути со школы это антикварный магазин но я слышал что они также часто имеют дело с ремонтом роботов кроме того кажется они не слишком много берут с клиентов и это говорит о том что они мастера своего дела в бизнесе нанесу им завтра визит так теперь нужно решить куда когда мне следует зайти наверное лучше бы с утра да неплохо я оставлю им робота утром и заберу по пути когда буду возвращаться со школы я закончил с вопросами попытайся сохранить энергию до завтра переход спящий режим через пять четыре три два один все и как только я закончил говорить с внезапным шипением робота что стоп и как только я закончил говорить с внезапным шипение шипением робота обмякла во вот так вот я тяжело вздохнул рванувшись к ней попытки поймать ее падающее тело ну сейчас будет это сейчас подожди просто опять этот антивирус гребаный аккуратно положил ее около стены и расправил одежду фух я устал надеюсь завтра все будет намного лучше так и тут опять у нас какой-то не не какое-то напоминание да я же говорил вот и получается раз уже нам это второй раз подряд эти три закона робототехники как бы нам дают значит это нам по-любому пригодится вот я я прям чувствую что это нам пригодится короче заново сейчас быстренько прочитаю три закона робототехники робот не может причинить верить человеку или со своим бездействием допустить чтобы человеку был причинен вред робот должен повинен повиноваться всем приказом которые дает человек кроме тех случаев когда эти приказы противоречит первому закону робот должен заботиться о своей безопасности в той мере когда в которой это не противоречит первому или второму закону если вы не поняли о чем я говорю то можете сами прочитать очень вот это три закона робототехники и в будущем по любому они нам пригодятся все же ладно я думаю по пора заканчивать в принципе ну да тут прочитаю 3 мая доктор на все в принципе сейчас пройдет это все заканчиваем короче так где-то у нас кнопка сохранения так а точно надо на эскейп кнопку все понял так сохранить вот сюда все на этом мы пожалуй закончим всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был водяра скетч всем удачи и всем сайонара